Итак, всем привет, мои дорогие! Хотела для вас сегодня поснимать видео-репортаж о моём походе на почту, но, к сожалению, погодные условия никак этому не благоприятствуют. Очень холодно, держать камеру в руках. Вот, отправляюсь сейчас на приключение. Куда иду, я пока не знаю. Я здесь не ориентируюсь. Ну, надеюсь, найти почтовое отделение и рассказать вам, значит, свою, так сказать, душесчипательную историю. Так, я ищу почту. Судя по Яндекс.Карте, где-то она здесь должна быть уже недалеко, но я надеюсь. Потому что у меня уже от Норзла всё. Просто лицо, руки. Так, отдышка уже как у старой бабушки. Почему нет нумераций? А, вон какой-то есть голубенький номерок впереди на доме. Сейчас мы посмотрим, что там за номер дома. Где-то здесь мне нужно сворачивать уже налево. Не знаю, здесь или чуть дальше. Руки уже просто вот, смотрите. У меня аллергия на мороз. Смотрите, как они выглядят. Как будто бы мне уже 250 лет. 250 лет. Красный и сморщенный. Так, вон какая-то фигня. Сейчас посмотрим. Смотрите, чем это такое. Так, ну вот, что-то там виднеется впереди. Наверное, это и есть почта. Сейчас будем искать вход. У меня зрение плохое. Я не вижу, что там почта, не почта. Где-то здесь должна быть. 33-й дом написано. Это и есть 33-й. Короче, весело. Весело. Лёд везде, всё накатано. Боже мой. Ну что, вот она почта. Нашлась. Так, у меня передышка в пути. Посылка реально очень тяжёлая. Потом дойду и буду вам всё рассказывать. Делиться, так сказать, впечатлениями своими прекрасными. Кстати, очень интересная картинка в отражении. Посмотрите. Вот тут маленький человек. Это я. И вот относительно меня размер коробки. Вот так. Я уже у подъезда. Коплю сил, чтобы подняться. А теперь коротко мои предположения насчёт того, почему это не было доставлено. Это не было доставлено, потому что был проёбан адрес и номер телефона. Случайно, либо преднамеренно. То есть, посмотрите, вот тут вырвана вся информация, но почему-то очень бережно вот так вот оставлен индекс, чтобы это дошло до почтового отделения, но не дальше. Не сохранён адрес, не сохранён номер телефона, не сохранён даже отправитель, но бережно сохранён индекс. То есть, вы верите, что это вот случайно вырвали это, а это не вырвали. Ну, вот такая вот, короче. Посылка тяжёлая. Зачем это надо? Кому-то её доставлять. Пусть сами приходят, собственно говоря. Итак, всем ещё раз здравствуйте, мои дорогие из всей случайно заглянувшей тоже. Я вас всех приветствую. Сегодня очередная, значит, история из моей жизни. Моя жизнь, как вы знаете, в последний месяц складывается очень как-то неблагополучно, неудачно. У меня постоянно какие-то неудачи меня преследуют. И сегодня будет история об одной очередной, так сказать, неудаче или каком-то недоразумении. Ну, короче, это такая история, которая меня возмутила до глубины души. История про меня и моего любимого мужа. Любимого мужа, который отправил мне посылочку. Я очень ждала, потому что мы уже пять месяцев разлучены, разделены. И посылочка – это такой способ соприкоснуться друг с другом, да, потому что мы в повседневной своей жизни сейчас способны обмениваться только словами. Вот чтобы обмениваться чем-то большим, придумали почту, да. По почте ты можешь отправить что-то, что выразит твою любовь и заботу к человеку. Ну вот, в общем, любовь и забота моего мужа потянула примерно на семь килограмм. И вот эти семь килограмм своей любви и заботы он отправил с помощью ЕМС, значит, службы. ЕМС службы – это не дешёвое удовольствие. Я тоже как-то ему отправляла посылочку. Моя любовь весила, к сожалению, гораздо меньше. Ну, потому что я не потому, что я его мало люблю, а потому что я более бедная, чем он. И моя любовь весила всего лишь один килограмм, и этот килограмм любви обошёлся в плане отправки практически три тысячи рублей. Килограмм любви обошёлся три тысячи. Вот это ЕМС почтой. А сколько же обошлось тогда, догадайтесь, семь килограмм. Семь, практически семь. То есть человек отдал просто какие-то бешеные бабки, особенно по меркам нашей страны. Вот как-то так. Был в огромном, ну, в хорошем настроении. Я, естественно, я уже пользовалась ранее почтой ЕМС. Мою посылушку в Корее он получил благополучно. Также сюда он несколько раз высылал документы. Приходили небольшие пакетики с документами. Я их тоже благополучно получала. Всё было хорошо. Доставка осуществляется до двери. Ну, ещё бы, такая цена. Так, осуществляется достаточно быстро, чем вот просто стандартное отправление, да, по срокам достаточно быстро. И осуществляется доставка курьером до двери. Курьер, в Корее курьеры, ну, значит, там не воруют никто. Ну, и посылку просто бросают под дверь. А у нас курьер передает лично в руки под роспись. И у меня так было предварительно. Конечно же, он созванивается, прежде чем принести посылочку по номеру, указанному на... Ну, на вот этой бумажечке, которая клеится сверху и заполняется отправителем. И что же получается у нас? Получается, что я жду, жду. Дается трек-номер, я отслеживаю по трек-номеру. И вот уже моя посылочка уже где-то близко. Она уже прибыла, она уже в Воронеже. И я, значит, уже с таким жаром наблюдаю за её передвижениями. Где же она, где? И вот в один прекрасный, точнее, не прекрасный день я открываю проверить её местонахождение. И вижу такую странную запись. Дайте-ка вспомним, чтобы не обмануть. Неудачная попытка вручения. И я такая, естественно, офигела просто от этого. Что такое неудачная попытка вручения? Я начинаю смотреть. До этого был процесс обработка. До этого был процесс переда на курьеру. И вот неудачная попытка вручения. То есть после переда на курьеру посылка должна мне попасть. Но я вижу неудачную попытку вручения. Мне, естественно, никто ничего не пытался вручать. Мне никто не звонил ни в дверь, ни по телефону. И, естественно, я окунулась в прекрасный мир интернета, где люди делятся информацией. Что это может быть значить? Что это может значить? Естественно, я нарвалась на какие-то ужасные форумы, где эту службу поливают грязью. Что там много косяков за время работы накопилось. Уже столько жалоб. Многие люди не получили. Где-то потеряли свои... Ну, в общем, кто-то доволен, кто-то нет. Посылки, тем не менее, несмотря на стоимость отправки, не доходят до некоторых людей. Биться бесполезно. Там очень много было всяких драматических историй. И, естественно, у меня... Я была уже близка к инфаркту, когда я это все прочитала, потому что мне стало казаться, что мою посылку постигнет та же судьба. А истории были самые разные. Даже истории какого-то просто лютого издевательства над людьми, да. Когда люди видели, что посылка где-то застряла, где-то зависла, в каком-то почтовом отделении, она не доставляется курьером. Они звонили и спрашивали, где моя посылка, могу ли я ее забрать. Им отвечали, что ждите курьера. Курьер все не приходил, не приходил, не приходил, не приходил, не приходил. И в итоге ни посылки, ни курьера, ничего. Люди писали, что отпрашивали с работы, ждали, чтобы дождаться этого курьера, но курьера не было. Их посылки были утеряны безвозвратно. Самые разные, в том числе из какой-то там дорогой французской одежды. Ну, короче, в общем, так, вы понимаете. И, естественно, мне стало дурно. Мне стало дурно, даже не от того, что я могу не получить эту посылку. Мне стало дурно от того, как я скажу этому мужу. То есть он был в таком приподнятом настроении, он положил все самое любимое, что я люблю, да, он так хотел мне сделать приятное. И как вот я ему скажу, знаешь, эта страна, извини, посылка пропала, ее украли, не знаю, там, разворовали, растеряли. Я не знаю, не знала, как, что я ему скажу. Потому что он тоже отслеживал это управление. Ему нужно, от чего мне звонить и спрашивать, что вообще происходит? Почему ты не забрала посылку? Почему вот неудачная попытка вручения? Что такое? Тебе не было дома. Что случилось? Я была дома. Мне никто не звонил. Никто не пытался со мной связаться. Никто не приходил. Это просто какая-то, какой-то обман. Наглый обман. После неудачной, якобы, попытки вручения посылка вернулась не в то отделение, откуда ее выдали на вручение. Она вернулась в то отделение, которое она дала до этого. То есть там она уже побывала и снова вернулась туда, минуя еще одно, ну, скажем так, проскочив еще через одно отделение. То есть она уже стала блуждать. Меня уже стало это настораживать. И я думаю, ладно, не буду нервничать. Я бы посплю, как в сказочке говорится, утро вечера мудренее. И я просыпаюсь. Я просыпаюсь и сразу же проверять. Сразу же проверять. Душа болит. И написано, что посылочка. Я вижу заветный код. Код отделения, почтового отделения, которое я указала. Я его никогда в жизни в глаза не видела, но, скажем так, это индекс, не код, индекс почтового отделения. Мой дом относится как бы к этому почтовому отделению. Я нашла этот индекс в интернете. И это, правда, самое ближайшее почтовое отделение к моему дому. И чуть-чуть мне отлегло. Я подумала, что да, наверное, раз посылочка доставлена в мое отделение, значит, следующий шаг будет, как обычно, передача, значит, курьеру, и курьер доставит. Но движений никаких далее не происходило. Я думала, подожду еще немного, но по-прежнему никаких не происходило движений. И я приняла решение идти сама за посылочкой. Все, что нужно было, там было написано, нужен удостоверение личности и знать трек-код. Трек-код отправления, номер отправления. Я пошла с паспортом на всякий случай, и номер отправления у меня был скриншот в телефоне. Я пришла, даю оператору свой телефон, чтобы не диктовать. И она мне говорит, такого отправления нет. Я не ругаюсь, я добиваю всех своей упоротой, тупой, упоротым, тупым, таким, знаете, спокойствием. Я всех обычно этим токанываю. После того, как она мне это говорит, у меня ничего даже не дергается, я продолжаю стоять. Не так вот, как я стояла, так я и стою. Ну, то есть, как будто я не слышала, что она мне сказала, что в мое отправление, моя посылка в отделение не поступала. Ну, меня эти слова не убедили, поэтому я просто стою и жду дальше. Ее действия. Естественно, она видит мое вот это отсутствующее выражение лица и говорит, ну, ладно, я сейчас еще раз посмотрю. Может быть, до нее доходит, что у нее в руках, потому что в руках не просто мой телефон с номером, а там скриншот вот этих передвижений, да, то есть вот просто. И под номером, под трек-номером написан индекс почтового отделения, как раз, куда она прибыла. То есть она еще раз смотрит, ага, и до нее доходит, что, собственно говоря, это не просто копия номера, что там индекс их почтового отделения еще указан, что вот и написано, прибыла, прибыла в их отделение. Естественно, она начинает искать лучше, и посылочка моментально находится, моментально находится, моментально выносится и моментально отдается. То есть это даже не минута, не 30 секунд, просто посылка выносится моментально. Забирайте. Я забираю и начинаю ее волочить. Ну, вы видели, как я ее волокла. Это было, конечно, тяжело. Я вся просто... У меня потом тряслись руки, у меня возник какой-то типа синяка на руке. Отдавила я, в общем, руку коробкой. Смысла, там, знаете, кто-то скажет, почему ты не взяла такси, не села на общественный транспорт. Как вам объяснить? Это вот, знаете, как будто бы идешь, поворачиваешь, еще раз поворачиваешь, как бы буквой П. То есть когда ты выходишь из этой буквы П, П, да, ты уже видишь вот так, вдалеке по прямой свой дом. Какой транспорт, какое такси, да? Я простая женщина, я не настолько богата, чтобы вот там впереди видеть свой дом и брать такси. Или стоять на морозе, ждать маршрутку. Маршрутку, конечно, можно было подождать за поворот, наверное, или где останавливаться. В общем, можно было подождать, но я бы замерзла еще сильнее просто. И поэтому я видя цель, хотя, знаете, это как человек, который в пустыне, у него мучает жажда, он хочет пить, и ему мерещится вдалеке озеро. Он идет, идет, а озеро от него как будто бы удаляется. Он идет, идет, а озеро как будто бы удаляется. То есть у него уже галлюцинация. Вот у меня, примерно, такие же были галлюцинации. Я иду, иду, а мой дом от меня удаляется, удаляется, удаляется и удаляется. Ну, в общем, я дошла. Конечно, у меня померз немного, треснул вот тут палец. Был вот такой вот мандраж мышечный рук, потому что отходничок было. Ну, я такие тяжести давно не тягала. Посмотрите на мою комплекцию. Я вешу где-то килограмм 42. 42 килограмма где-то. Ну, и посылочка такая нехилая, да? Естественно, я дотащила, всех нам обмонтерила мысленно. Мой уровень, естественно, патриотизма упал куда-то ниже плинтуса в этот момент. Я расстроилась. Единственное, что компенсировало мое расстройство, конечно же, посылка. Я вскрыла, все хорошо, все прекрасно. Я пообщалась с мужем, поела, значит, сладость, и только это выровняло мое настроение. Ну, вот такой вот мой отзыв о работе ЕМС-службы по доставке посылок. Вот такой вот мой отзыв. Все. Все. Это все, что я хотела сказать. Я хотела выговориться. Высказать вам, значит, все, что накипело у меня. Потому что кипело. У меня уже просто... Я не понимаю, почему так произошло. Конечно, некоторые могут написать, что это оторвалось. Это оторвалось, а случайно. Это там бывает, так случайно оторвалось. Но как-то оно так, знаете, оторвалось. Случайно, что осталось... Вот именно оставили код отделения, а все остальное вот просто куда-то исчезло. И отправитель исчез, и получатель исчез. Все исчезло. Я не знаю, что там было. Я не буду ничего придумывать. Какая там могла быть история. В любом случае, это какая-то говняная история. Потому что, ну, так нельзя. Так нельзя. Когда ты платишь такие деньги, ты хочешь, видимо, делать действительно приятные вещи для человека, а не вот так, чтобы потом вот это все превращалось в такую некрасивую историю. В общем, так. Итак, если вы меня поддерживаете, если вы разделяете мои переживания, мои негодования по этому поводу, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем огромное спасибо за внимание. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok